Сообщение в Центр оперативного управления поступило в тот момент, когда из-под кровли здания стал распространяться густой дым. Соседи, обнаружившие опасную ситуацию, не применули вызвать спасателей. На место происшествия были направлены четыре пожарные автоцистерны, а также машина скорой медицинской помощи. Благодаря оперативности и грамотности сотрудников службы дня и ночи, пожар удалось затушить в кратчайшие сроки. Съемочной группе нашего телеканала удалось стать свидетелями завершающего этапа операции. Обгоревшие здания, поврежденные конструкции и, соответственно, имущество, располагавшееся внутри помещения. Таковым оказался результат пожара по улице Целинной. На сегодняшний день рассматривается версия неосторожного обращения с огнем, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрической проводки. Хозяйка на момент возгорания находилась в доме. О сообщении она уже узнала от соседей, когда сообщение уже поступило нам. С ее слов баня не эксплуатировалась в течение длительного времени. На месте происшествия работали представители РУВД, которые опросили свидетелей и очевидцев чрезвычайной ситуации. Причины возникновения пожара будут устанавливаться в ближайшее время. Наступление холодного периода прибавило забот брестским спасателям. Активное использование населением печного отопления и электроприборов – не всегда грамотный подход к их эксплуатации. Неисправность и другие факторы, и результат очевиден. Поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют быть бдителями и подходить к делу с особой серьезностью. На территории города сейчас зарегистрировано в настоящий момент 91 пожар. Если сравнить его с 2014 годом, то идет уменьшение. Уменьшение незначительное на 4%, но идет уменьшение. За прошлый год 94 таких пожара зарегистрировано. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.